Здравствуйте! TRNT M1 Pro это гибридные внутриканальные наушники стоимостью 45 белорусских рублей. В каждом наушнике используется по одному динамическому и одному арматурному излучателю. По внешнему виду, по сравнению с предшественником с обычной не про версией, есть некоторые изменения, связанные в первую очередь с фейсплейтом, где теперь появилась сеточка-решеточка для того, чтобы наушники стали как полуоткрытого типа, и также металлическая вставка, которая лично мне не особо нравится, но это все очень субъективно. По посадке, естественно, все хорошо, потому что это компактный корпус, хорошо выведенный звуковод и при этом прекрасные амбушюры. В итоге мы имеем хорошую пассивную звукоизоляцию, хорошую плотную посадку и в наушниках удобно находиться на протяжении долгого времени. Хотя это все немножечко индивидуально, потому что будет зависеть от формы вашего уха. Что по звучанию? Наушники не универсальны, не совсем идеальны с учетом своей стоимости, но зато они могут дать относительно такое нейтральное звучание, потому что низкие частоты здесь никак не доминируют, количественно их немного меньше, чем должно быть. Это очень приятная середина, достаточно открытая, детальная с учетом своей стоимости, с хорошей сценой. И прям середина это то, за что любишь, можно полюбить эти наушники и то, что хочется говорить о них хорошего в первую очередь. И то же самое касается высоких частот. Все же это наушники бюджетные, поэтому какой-то сверх детальности ожидать не стоит. Прям суперского контроля высоких частот на большой громкости тоже ожидать не стоит, но звучат они достойно. Инструменты достаточно живо и натурально отыгрываются. Для своих денег это просто прекрасно. Поэтому единственное, что немного не то чтобы смущает, а есть наушники TRN H2. Очень схожие по своей стоимости, но совершенно другие по своей подаче. То есть там у нас такое притемненное звучание, но настроенные в динамике и сами наушники шикарно, превосходно, замечательно. И поэтому звучание нравится и ты как-то вот не то чтобы смиряешься с ним, но ты понимаешь его и ты можешь наслаждаться звучанием наушников. Здесь он немножечко сложнее, потому что нейтральность в бюджетных наушниках это всегда очень спорное решение, потому что хочется в случае нейтральности уже вот какой-то детальности для того, чтобы наушники звучали интереснее, для того, чтобы музыка звучала достаточно ярко, живо, чтобы можно было получать от нее эмоции. Здесь со всем этим не так все хорошо, но опять же те, кто хочет себе наушники в бюджетном сегменте, но при этом не яркие, не какие-то слишком уж приукрашенные по низким частотам, вариант интересный. Поэтому если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете их найти. На этом буду завершать данное видео. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.